Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили две тачки, о которых мечтают многие танкисты и выложили причем по абсолютно таки адекватной цене, если брать в составе набора. Эмиль 1951 и Прога 46 в очередной раз вышли на продажу. Буквально недавно на продаже они были в практически точно таком же наборе, но тогда я говорил, что две беды. Первая, вы не могли взять данные машины по отдельности, а сейчас такая возможность есть. И вторая беда заключалась в том, что набор был исключительно за реальные деньги, за голоду приобрести нельзя было. Сейчас выложили за золото и за 15500 в составе такого набора. Если у вас нет ни одной из этих машин, это действительно очень выгодное предложение. Чем отличается данный наборчик от того, который был за реальные деньги? Здесь другая Ава, ну бог с ней и с Аватаром, не сильно интересно, по крайней мере мне. А вот то, что действительно интересно, что за реальные деньги, единственное чем отличалось, тем, что было 7800 киткоинов. Все же остальное оставили так, как есть. Три мистических контейнера, два легендарных внешних вида для этих машин и по 20х5 на каждую из тачек. Плюс открытое все оборудование. Короче говоря, ребят, если поделить на калькуляторе, то получается очень-очень выгодно. 7 750 за каждую из этих машин, это действительно классно, потому что и та, и другая тачка стоят этих денег в голде. Если брать отдельно, то да, худосочно, 8 500 за Эмиля. Это, в принципе, потолковая цена для него и по большому счету машина должна была бы стоить 1008. Ну а что касается Progetton, то Progetton тоже за 8 500 это дороговато. Ее реальный ценник где-то 7 500. Пускай машина до сих пор играбельная, интересная, но все-таки она уже очень давно в игре и больших денег не должна сейчас стоить. Ну и вот и получается, что 7 750 голды за набор, с учетом того, что вы получаете дополнительные плюшки, это очень-очень классно. Что касается самих машин, все, что про них есть, честные обзоры за цены брони, за цены характеристики сравнения с другими тачками, я обязательно добавлю ссылочки в описании к данному видео, плюс по максимуму выложу вот здесь наверху, в правом верхнем уголке будут всплывать подсказки. Переходите, посмотрите, я думаю, что вам это поможет принять взвешенное решение, по-моему, навряд ли будет много желающих, потому что и так вы все знаете, что это за танки. Давайте теперь возьмем, просто покатаемся, для начала возьмем Эмиля, а потом выгоним Прогу из ангара. Ну что, друзья, поехали. Я в одном из своих видео говорил по поводу того, что Эмиль 1951 практически ничем не отличается от Эмиля Первого, обычной проходной машины в дереве исследования сборной Европы. И если вам нравится Эмиль 8 уровня проходной, то данная тачка ничего нового, ничего интересного вам не принесет. Скорее всего, единственное, чем она будет вас радовать, это тем, что в отличие от проходной машины, он может фармить и у него чуть-чуть лучше по броне. Есть ребята и достаточное количество, которые с пеной у рта доказывают, что данная машина вообще броней не отличается, у него ничего нет в отношении бронирования. И ничего особо не спасает его от прилетов, но здесь я не соглашусь. Дело в том, что если вы отыгрываете на нем от башни, а от башни на нем отыгрывать позволяет очень, очень, как вы видите, бодрый угол склонения орудия вниз, то с учетом приведенной брони во лбу башни, если вы не будете отворачиваться и будете играть грамотно, вы имеете очень хорошие шансы на то, чтобы получать непробитие. Что касается барабана, здесь цикличный барабан, нет системы дозарядки, ну, в принципе, как и у проходной машины. Время перезарядки барабана вполне себе приемлемое, главное, что необходимо данное время отстояться и дать возможность поддержать вас с союзниками. Что касается времени отстрела снарядов из самого барабана, то очень даже бодро, практически не замечаешь, когда заряжается следующий снаряд и имеешь все шансы точно отправить его в своих соперников, исходя из того, что машина действительно отличается довольно точным орудием. Короче говоря, мне лично Эмиль 1951 в целом нравится. Я не могу сказать, что это мастхев в ангаре каждого танкиста, но то, что машина достойна вашего внимания, то, что машина позволит вам получать удовольствие от игры, это однозначно. Опять-таки, повторюсь, если вы являетесь любителями танков с барабанными орудиями, если вы умеете на них играть, если вы умеете их применять, тогда да. Если вы играете на цикличных орудиях, а на барабанах у вас не сильно получается, то, безусловно, Эмиль 1951 навряд ли прям сильно вас порадует. Ну или, по крайней мере, вам понадобится достаточное количество времени для того, чтобы можно было привыкнуть к данной машине и, в принципе, понять, чего она от вас хочет. Ну вот, сейчас парень уснул. Что касается точности, можем сейчас от выстрела к выстрелу данное дело затестить. И обратите внимание, что время сведения орудия и время перезарядки снарядов в магазине очень качественно сбалансированы в этой машине. Я не агитирую вас к приобретению танчика, просто говорю свои ощущения. И меня очень радует факт того, что на момент, когда орудие перезарядилось, оно уже успело нормально свестись. Это действительно приятно, действительно комфортно в боях. Теперь, что касается результативности. Это не прям какой-то суперский фармер, но, повторюсь еще раз, если вам понравился Эмиль проходной и вы хотите себе точно такую же машину, которая дает такие же результаты, но при этом приносит серебро, то 1951, ну, прям идеальный выбор получается. Так вот, ребят, что касается фарма. С учетом према каунта 73 с половиной тысячи. Не было бы према, было бы 46 600. И, в принципе, за такие результаты по бою, я считаю, что это достойное вознаграждение трудов, которых особо-то и не было. Как вы видите, по результатам команды мы занимаем жесткое первое место. И могли бы сделать больше, если бы несколько непробитий, которые случились, когда в начале боя я, по-моему, в тигра, да, отбрасывал. Ну что, Эмиля 1951 заценили, я думаю, вы понимаете, что это за тачка. Ну, а теперь возвращаемся к проге, хотя здесь заценивать нечего. Это про джета с системой дозарядки, и тут особо рассказывать нечего. Я сомневаюсь в том, что на сегодняшний день в игре есть хотя бы один танкист, который не слышал про про джету 46. Я сомневаюсь в том, что малое количество игроков, которые не имеют про джету 46, не хотят себе ее в ангар и не видят в ней никакого смысла. И уж тем более я сомневаюсь в том, что есть такие игроки, у которых про джета 46 стоит, господи, стоит, стоит, простите, в ангаре и в основном там пылится. Как мне кажется, когда возникает необходимость выполнения каких-то боевых задач в нанесении урона в победах на танках среднего класса, я имею ввиду на эстэшках, я сомневаюсь в том, что владельцы про джеты 46 берут себе какую-то другую машину. Эта машина действительно хорошая, действительно классная. Да, пускай она в игре уже находится долгое время, да, пускай она уже никого не удивляет своим присутствием в боях, и многие научились противостоять про джете и бороться с ней в боях, но в то же время машина продолжает радовать огромное количество игроков. Меня, по крайней мере, уж точно радует. Иди сюда. Что меня радует в про джете? Довольно хорошая подвижность, неплохая точность по орудию. Орудие вообще уникальное, оно действительно очень комфортное, очень приятное. Ты не успеваешь за тем, как перезаряжается твое орудие, и в этом безусловный плюс данной машины. Ты практически постоянно имеешь снаряд в стволе, и, соответственно, можешь его применять в любое время. Ты можешь вполне спокойно рассчитывать на то, что тебе всегда будет чем ужалить своего соперника. Однако не могу сказать, что машина крайне живучая, к ней все-таки необходимо привыкать, потому что машина не является хорошо забронированной тачкой и, соответственно, может отхватывать. Но в то же время, если вы не будете стоять на месте, если вы будете играть грамотно, если вы будете менять свои позиции, если вы будете вовремя перекатываться в нужном направлении, то в целом, ребят, машина однозначно вас порадует. Причем, что самое интересное, что вам не надо будет долго привыкать к тому, как применять данную тачку в бою. Вот сейчас меня вынесли, но это мой косяк. При этом всем, ребят, я умудрился сделать три фрага и накидать, в принципе, нормальное количество урона. Я никогда ничего не выбрасываю со своих обзоров по одной простой причине, потому что считаю, что вы должны видеть все возможные варианты развития событий на том или ином танке и должны быть готовы к тому, что этот танк вам принесет. Да, пускай сейчас я в середине боя отправился в ангар и оставил своих союзников. Поверьте мне, Браджета 46 довольно часто выживает, но только в случае, если ее там нигде не зажимали и не разбирали по кускам, просто окружив ее. Но эта машина, она действительно позволяет делать очень хорошие результаты в боях, получать хорошее количество серебра в виде достижения по результатам боя и в целом, ребят, явно порадует, ну не знаю, 99% игроков уж точно. Так или иначе, несмотря на то, что меня вынесли в середине боя, я все равно сделал все необходимое для того, чтобы команда победила. Я наносил урон и практически не замечал момента, когда я могу заново закинуть уронов своих соперников. И что самое классное, я умудрился сделать три фрага. Минусуя стволы, вы существенно приближаете победу команды и в целом, Браджета действительно достойный союзник практически в любой катке. Досматриваем данный бой, ну и в целом, ребят, будем подпевать итоги. Ну что ж, бой закончился поражением, но все равно обратите внимание, 2260 единиц нанесенного урона, 3 сделанных фрагом. Что касается фарма, то за вот такой вот абсолютно непотеющий бой 53 тысячи с учетом према. Ну а что касается того, что было бы без према, то здесь тоже неплохо. 32 тысячи, и напомню еще раз, ребят, это поражение, я не использовал голду. Короче говоря, это машина, которая позволяет вывозить нормальное количество серебра и быть довольным по результатам любого боя, в минусе вы находиться точно не будете. Несмотря на то, что я прожил всего лишь половину боя, и дальше ребята остались без меня, не то чтобы на мне вся команда держалась, но обратите внимание, я все равно остался на первом месте по количеству нанесенного урона, и меня даже лайканули. Спасибо, кстати, большое, это очень приятно, и стоит отметить, что поражение здесь было связано с довольно грамотной и качественной игрой наших соперников, которых необходимо похвалить. Я не понимаю, почему ему поставили 2 диза, с учетом того, что он занял первое место в своей команде по урону, причем в победном бою и умудрился еще выжить. Ну да ладно, бог с ним, как они там его уже решили порицать и за что, это дело третье. Факт в том, что они победили, и победили честно. Что касается набора, ребят, я всегда говорю честно по поводу любых предложений в магазине, вообще по поводу всего, что в игре происходит, и скажу вам следующее. Я не являюсь статистом, я не являюсь киберспортсменом, я обычный среднестатистический танкист, такой же, как и преобладающий большинство игроков на сегодняшний день в игре. И я сомневаюсь, что когда-нибудь у меня будет статистика в 70%, и я буду нагибать в каждой катке. Но вот эти машины мне, как среднестатистическому игроку, очень сильно зашли. Я абсолютно не жалею о покупке ни Progette, ни Emilia 1951, хотя повторюсь еще раз, Emilia 1951 практически полная копия проходной машины. За 15500, ребят, это предложение относится к тем, за которые мне не стыдно будет сказать, покупайте все. Потому что если у вас нет ни Progette 46, ни Emilia 1951, то поверьте мне, они вас порадуют, а ценник действительно адекватный, действительно нормальный. Что же касается приобретения машин по отдельности, то здесь уже решайте сами. Как я уже сказал, реальная стоимость Emilia максимум 1008, ну а что касается Progette 46, то честная стоимость данной машины на сегодняшний день должна составлять где-то 7500 голды в голом ее состоянии. Именно поэтому я и говорю, что 15500 за набор, это действительно классно. Ну и наконец-то разработчики исправились, они выставили на продажу тот же самый набор, не только за реальные деньги для донатеров, но и для обычных игроков, которые копили долго голду, в частности на Progette 46. Я побежал снимать следующее видео, а вы, если за честность автора, если вам интересны честные обзоры на то, что происходит в игре, без фальши, без наигранных каких-то фраз, и без приукрашения того, что не стоит приукрашать, прямо сейчас нажимайте на клавишу подписаться на канал, потому что нам с вами однозначно по пути, и на этом канале вас никто никогда ни в чем не обманет и не будет вводить в заблуждение. Я знаю цену, реальную цену каждой кровной голдовой монеты, и ни в коем случае не посоветую что-либо, что сможет вас расстроить потенциально. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. До встречи в следующих видео. Пока-пока.